Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жернакова представляет видеопрезентацию «Братья наши меньшие». Мир природы удивителен и разнообразен, но вряд ли кто-то будет спорить, что ближе всего к человеку стоят животные, ведь не случайно их называют «братьями нашими меньшими». С незапамятных времен и по сей день милые зверушки сопровождают нас повсеместно, но что мы знаем об их потребностях и можем ли защитить от угрозы вымирания, которая уже вплотную нависла над многими видами? Чтобы люди хотя бы иногда задумывались над этими вопросами, создан специальный праздник – Всемирный день животных, который отмечается по всей планете 4 октября. Хотя проблемы уничтожения животных и их среды обитания существуют не первый век, уделять ей внимание начали сравнительно недавно. Да и сам День животных отмечается лишь с 4 октября 1931 года, когда группы общественных активистов собрались на Международном конгрессе в Флоренции, Италии, для решения насущных экологических вопросов, связанных с миром фауны. Дату для Дня защиты животных выбрана не случайно, она совпадает с Днем Святого Франциска по католическому календарю. По легенде, святой, живший в XII-XIII веках, обладал даром разговаривать с птицами, а в холодные зимы подкармливал пчел медом и вином. Главной его чертой считаются страдания и способность относиться ко всем представителям природы, как к своим братьям и сестрам. Святому принадлежат слова, которые часто цитируют по случаю празднования Дня животных. Не причинять вреда нашим меньшим братьям – первейшая наша обязанность перед ними. Но останавливаться на этом нельзя. У нас есть более высокая миссия – помогать им везде, где в этом есть необходимость. И хотя Франциск Казиский – это католический святой, День животных выходит далеко за рамки религии. Сегодня в нем участвуют не только христиане, но и представители всех мировых религий. Автором традиции отмечать ежегодный день защиты животных можно считать уроженца Варшавы Генриха Цемермана, немецкого журналиста, издателя и защитника прав животных. Генрих издавал журнал «Человек и собака», посвященный уходу за домашними животными, где активно продвигал свои идеи. Первый Всемирный день защиты животных Генрих со своими единомышленниками организовали 24 марта 1925 года. Журналист с самого начала предлагал в качестве даты именно 4 октября, но единственное число, в которое был свободен Берлинский дворец спорта, пришлось на март. Столь внушительное здание потребовалось, так как в торжествах приняли участие 5000 человек. Провести мероприятие в октябре Цемерману удалось только 4 года спустя. Изначально праздник был известен в Германии, Австрии, Швейцарии, Чехословакии, но неутомимая деятельность активистов привела к тому, что в 1931 году он был признан международным. Участники съезда зоозащитников во Флоренции единогласно поддержали это предложение. К сожалению, с приходом нацистов к власти, жизнь Цемермана трагически оборвалась. А в нашу страну праздник пришел совсем недавно. День животных в России отмечают с 2000 года. Прежде всего, 4 октября – это практически профессиональный праздник зоологов, экологов, специалистов по охране окружающей среды, да и вообще всех неравнодушных людей, помогающих животным. В нашем участии нуждаются и бездомные домашние виды и дикие звери. Мало кто знает, что за последние 4 десятилетия животный мир сократился в два раза, а многие виды, такие как амурский тигр, лошадь проживальского, серый тюлень, белый журавль, или многие, находятся на грани вымирания. Вот почему в этот день активисты стараются привлечь внимание общественности к насущным проблемам. Проводятся различные благотворительные акции, в которых принимают участие тысячи волонтеров по всему миру. Конечно, пока этих усилий явно недостаточно, но двигаться в этом направлении определенно нужно. А тем временем перед нами раскрываются пугающие факты. Каждый день с нашей планеты безвозвратно исчезают около 70 видов животных и растительного мира. Это означает, что один вид уходит через каждые 20 минут. Но еще страшнее то, что стремительно исчезает природная среда обитания, ведь за каждую секунду планета теряет полтора гектара лесов. Понятно, что с катастрофой такого масштаба в одиночку не справиться. Поэтому День животных – это попытка хотя бы раз в году обратить внимание на проблемы братьев наших меньших и внести свой скромный вклад в большое и благородное дело по спасению животного мира. Спасибо за просмотр! Видеопрезентацию подготовила Буярская Евгения, библиотекарь Октябрьской библиотеки номер 2 имени Николая Жернакова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова